За последние 8 месяцев ВВП увеличился почти на 5%. Драйверами роста по традиции стали промышленность и торговля. Отлично себя показали сельское хозяйство, строительство и транспорт. Сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным – в размере 184 миллионов долларов. Председатель Бобруйского госполкома провёл личный приём граждан. Такой формат взаимодействия позволяет оперативно реагировать на любые проблемы. В этот раз вопросы касались благоустройства сферы ЖКХ землепользования. Игорь Кисель выслушал каждого. Главная задача – решение любых ситуаций должно быть строго в рамках законодательства. На базе Бобруйского мясокомбината прошло совещание по вопросам качества поступающего сырья. В мероприятии участвовали представители организации «Мясомолпром» и руководители райисполкомов Могилёвской области. Директор предприятия рассказала об основных показателях и взаимодействии с сельхозорганизациями-поставщиками. В открытом диалоге обсудили проблемные вопросы и шаги для улучшения совместной работы в будущем. 12 октября с 9 до 12 часов исполнительный комитет и районные администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня – экономика, инвестиционная деятельность, статистика и анализ, предпринимательство, труд и заработная плата, торговля, оказание бытовых услуг населению. 12 октября в Бобруйске состоится субботник. Организации города приведут в надлежащее санитарное состояние собственные прилегающие и закреплённые территории. Также объектами чистой инициативы станут улицы, скверы, парки, строительные площадки, промышленные зоны. К участию приглашаются все неравнодушные.